Месячный, он дает не только призы, в смысле, не только деньги, но и очки, которые необходимы для увеличения шансов на попадание в финальную стадию турнира. Голда имеется в виду. Возвращаясь к прохождению игры, как насчет Bloodborne, так мы и прошли Bloodborne, насколько я помню. Что? А он специально это делает? Ла Лайт первым героем в четвертой игре против Хуманов берет Патму. Да, Ла Лайт против Сока играет. Сок выиграл в полуфинале Муна 3-0. Ла Лайт выиграл в полуфинале Чимика 3-0. Патма, ну это вообще ракомания, ты с ума сошел? Нет нормальных страт в Патму, ты че? Все, два барака Хантресса. Нет, типа, чтобы совсем точно не поставил он экспант или что, зачем? Как Крео завещал. Ну, Крео... Крео через Димку у Мас Хантресса играл против Ская, если что. Так-то. А чего нет Мас Хантресса застройкой фаст пуш? Ну как... Как же Архмак с элементалями? Хороший диспо. О, Ласт Хит! Вау! Да если он всех Ласт Хитить будет, то конечно. Блин, там такая Патма дикая. О, мог еще второго добить. У-у-у! Рабочего можешь добить. У-у-у! У-у-у! Не-не-не-не-не-нет! Ай, недоконтролено! Все, пошли коты. Патму чуть не окружили. Лалай часто говорил в интервью, что пытается получить спан от игры. Он рассчитывал, что это будет эксп. Видите, двух виспов увел. Но какой вообще Хуман будет ставить экспант против первой Патмы? Это же такая наркомания. Это реально наркомания. Ну хотя, если протекторами удастся втихую застроить... Да не, ерунда какая. Сейчас Архмаг третий уровень получает и все. Виспы пришли. Куда? Зачем? У-у-у! И все такие спрятались. Никого нет, кроме Футмена. Почему наркомания от Патмы? Сложно базу защищать? Да Патма не страшный герой вообще. Под Мумас Хантрес у Хуманов контрят элементали. Рифлы. Ну, рифлы присты имеется ввиду. Просто не надо играть агрессивно. То есть ты так потихонечку третий уровень получаешь урывками. И спокойно выходишь в Т2. Ну, мне кажется, да. Ставка идет на протекторы. Какой же ты псих. Гвардовая вышка, это правильно. Сейчас будут. Ну, это точно протектор, потому что с хатами ты не можешь продавить. Правда, вторая аура уже у Патмы. Это небольшой минус. Гвардовская вышка прикрывает алтарь. Или не прикрывает. Прикрывает, должна еще стрелять. Слева свободное место. Паладин. И протектор пошел. Как это? А, ну он может заблочить просто. Архмаг может не выйти. Паладин. Опасно. Но если Патма... Перегруппировается, в общем. Протектор только один. Два виспа. Это для... Убивания... Не знаю, почему один протектор всего лишь? Это же вообще не страшно. Но сок отдает футменов. Можно было лема окружить. 43 лимита на сколько? На 24. Нет, так-то можно и выиграть. Барак. Рифлов нет. Только сейчас кузни делается. Перебивает регенерацию маны. Потом жух свиток. Не, ну... Три виспа. Раз, два, три. Ох, минус все хантрес... Ой, минус все элементали. Слушайте, а так можно. Так можно. Грейт на атаку, чтобы сделать. Ну и по дутору сбегать за свитком лечения. Все, и минус. Рифлов не будет. Слишком поздно Блэксмисс делает. Элементали не помогают, потому что вот. Слушай. Что? Сейчас Мун смотрит такой... Что? Что? Я тоже так могу. До магазина надо метнуться. Надо метнуться до магаза. Хотя можно даже и этот убить. Ферма, ферма стоит, подставляется. Вообще здесь можно забегать со свитком лечения и убивать. Просто убивать. Вот с таким... С таким количеством... Баллисты? Да ты наркоман. Грамотно, конечно. Видите, как элементали. Хотел подблочить. Ой, вышка начинает стрелять. Это плохо. Почти от контроля. Это первая хантреска умерла, кстати, в игре. Одна арча умерла и только одна хантреска. Да там барак негде строить внутри застройки. Воркшоп негде строить. То есть там наверняка что-то ресурсов скопилось высоко. Не, ресурсов нет. Ну от этого не отбиться уже. А, он вот закупил троллей. Красиво. Но его начинает уже штурмовать. Баллист стреляет одна. Баллист подходит вторая. Убить ма с хантресами! Ма с хантресами! Что? Что? И минус гвардовская вышка. Патма пришла. Я думаю, что сок просто обескуражен вообще происходящим. Типа такого не должно быть. Мы научились контрить ма с хантрес еще в каком-то там 2003 году, 2004 году. Но видимо в каком-то там 2015 разучились. То есть уже память закончилась и надо снова вспоминать. Здесь немножко потерялся лалайд. Ну ему свиток нужно. Ему нужно в манувалах отличиться. Патма очень битая. В целом некуда торопиться. Уже некуда торопиться там. Иммунитет от котов прошел, надо заново вакцинироваться. Да. Но есть такая тема, что люди забывают через какое-то время, как дефолтные стратегии какие-то контрить. Поколение игроков возможно уже. Ну сейчас лалайд, конечно, очень-очень агрессивно играет. Вроде может все позволить. Отдал там 5 лимита для того, чтобы, да? Взял виспов, чтобы нейтрализовать архмага. Свитка лечения не хватало. Первый райфл. Интересно, он выйдет? Хоть хотя бы один рифленый в этой игре. Не то, чтобы он там погоду сделает, конечно, но может. Патма тут самое слабое звено. Прощайте. Не успеет тролля убить. Ну вот сейчас нужно Патму лечить персонально. Раз, два. И при этом на 50 лимит купить 2 свитка лечения. Кота убил своего, за что? Вообще-то уже победная была. Сейчас сок может успеть отстроиться. Хотя я смотрю на его армию. Сейчас он отстроится, смотрите. Армия наша пока не внушает, конечно. О, а дирижабли дроп котов, учитывая то, что там нет вышек. Это прекрасная идея. Просто прекрасная. Хантрески 1-0. Аура скоро будет третья, плюс 30% урона. Ну что, ты сама-то вперед лезешь. Алло. Все, погнали. Он хочет задиспалить элементарий и архмага. Конечно, все хотят. Не будет дропа внутрь. Но будет очень быстрое убивание барака. Так вообще надо сражаться сейчас, не? Свиток, свиток лечения. Где все? Почему так? Такой контроль. Контреску не контролит. Вторую не контролит. Ладнер подконтролил. Хорошо. Престы уже выпадают новые. Побежал за свитком. Ай, не успел. Свиток лечения хорошие. Патма 5-я. Нельзя здесь все равно в соку сражаться. Он тут кормит Патму. Теряет рабочих. А у него не все в порядке с рабочими. Еще один свиток лечения нужно брать. Было Патме. Ну, я не знаю, почему он в прошлые разы не взял нормально. Как надо сразу. Кот не туда побежал. Его сейчас убьют. Минус тролль, правда. Дирижаблем помогает. Нет, сок сок хорош. Баллисты начинают мейн уже убивать. Ну, под шумок просто. Ну, ничего не происходит. Нормально. Ополченцы побежали. А там нет телепорта, кстати. Ой, там нет телепорта. Блин, грамотно. И новая порция виспов. Как раз элементарий. Бау-бау. Минус 2 элема. Минус рабочий. Патма 6-я, если станет. Минус Прист. Его сразу разрывают. Баллисты с сидж уроном. Господи, какая игра. Если бы мне ее показали где-нибудь лет 15 назад, я бы сказал, нормальная игра. Очень хорошо контролят. Скорее всего, я бы даже офигел от уровня микроконтроля. О, и артефакт там скинули. Минус райфл. Минус телепорт. И гг. Вау. 1-0. 4. 4. 4 разные игры. И 4 разных героев. 4 разных героев. У Ла-Ла-Ла-Эта. Привет, Соколик. Соколик вообще, тут такая имба. Прикинь. Мун отлетает от Сока. 0-3. Через козла. Вообще там не став. И ничего не делаю. В параллельном полуфинале Ла-Ла-Ла-Эт убивает Чаймика 3-0. С стратами из серии Панда Масхантрессы. Варден Соло Фастмедведи. Рейнджерка Т2 Пушекс Панда. Сейчас Патма Масхантрессы. А, убивается одного 3-0. И сейчас выходит в финаль. Финаль. Ну, ты понимаешь. Это я с твоим акцентом сразу же. Финаль. И уже берет карту. А? А? Я, кстати, до сих пор жду, когда ты пришлешь мне свои рекомендации. Но, на самом деле, уже не дождался. И взял еще акции Близзов. Дичь. Он и дичь. Че, как по PUBG сегодня? От кого, от кого? От Лайта я не ожидал все-таки. У него либо стандарт, либо Варденка в зависимости от карты. А так он развлекается реально. Можем еще, кстати, в турнире 2 на 2 поучаствовать. Там пока что... Там 70 евро. Первый приз. Второй 30. А участников всего одна команда. М? Мистер Виннер с другом. Ну, мы-то топ-2-то сможем в такой ситуации взять. 30 евро. Что можно на 30 евро? Почти на интернет тебе хватит. А, правда, половину придется тратить. Тиммейта отдавать. Ну, 30 евро, Сокол. Водород. Купишь, а потом хопа уже. Молекула активировал премиум. Молекула, спасибо. Ну, это твои призовые Соколы. Когда PUBG, я сейчас с пацанами поиграю. Ну, смотри, я фактически освобождаюсь после этого финала. То есть, они играют Бо-5. Сейчас счет 1-0. Я не знаю, сколько там этого будет. Да, сколько будет 2% от 3 евро? Ну, это как раз 6... 6... 6 центов... 60... 2 процента. 60 центов. 60 центов. Да. И вот он как бы сразу уп. И все, и... И скинет акции. Купит за 30, продаст за 36, и все, и профит. Это Сокол 2% тактика у него известная. 6 центов, а не 60? Уверен? Уверен. А еще? А еще? Кто из нас гуманитарий? Так, заходим в следующую игру. Ну, я тоже сомневался между 6 и 60, но потом... Потом понял, что был неправ. Я гуманитарий, говорит, да, 60, но не увидел. Демон Хантер первым героем. Будет ли серия... Будет ли... Ой, какой криппинг. Да, это дикий криппинг. Так, я помню его. Смотрите, что творит. Нет, нет, нет! Не зажал. Не зажал. А тут... Прям очень хороший, хороший криппинг. Пятая игра и новый герой. Демон Хантер. Не вовремя задиспейлил. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Поплыл. Мой клинок крови. Горит, горит демон. Отчаяние тьмы. Как же хорошо блочит сок. но я всегда скептически относился к таким вот сгорающим на работе демон хантером потеряя его тут же это стандартная тема главное не ливнуть после этого но проблема демон хантера с эмаляции в том что ты ты телепорт прожимаешь на последний хитах прилетаешь на базу у тебя нет маны нет здоровья и ты понимаешь что зря ты сюда прилетел лучше на кред на нейтралах отдаться так что это была специальная отдача ну как бы если вы за диму в эмаляцию играли вы знаете что этот человек просто но он знает что будет противник снова ставить эксп и он играет в два барака хантрес но тут третий архмаг без пяти минут а там демон хантер который убил одного рабочего могу то автор рифа пуши он говорит анор да он явно не не шарит довольно сложно сказать кому принадлежат принадлежит та или иная стратегия потому что учитывая большое количество игроков которые в принципе катали в ладере те или иные стратегии кто-то то точно придумал важно кто вывел это на профессиональную сцену потому что некоторые вещи вы может реально какой-нибудь вообще чушь играть это будет ваша стратегия и все будет классно то есть как бы вы автор никаких вопросов не знаю там чё-чё-чё захотите но варкафт позволяет вот но когда на про уровне появляется нечто новое это уже очень хороший сигнал потому что там стратегия должна выдержать серию проверок так магическая вышка вот хороший залет погнали минус 1 рабочий 2 3 4 5 во время грейда что 6 чисто на рабочий слоил 7 и убей этого еще сейчас на телепортироваться и счет здесь двое у виспы так не палимся что что с экономикой давайте посмотрим высоко 23 лимита после того как вернул рабочих на золото всех у него остался на лесе один человек так марифлов не построим конечно много офигеть но демон хантер с амаляции влетающие на персоналке это тоже древний но стандарт то есть помните как с димка сначала прибегал на экспант подхарасить а потом через виспа через персоналку учитывая то что рабочих часто переводили делали глухую застройку отправлялся так ход очень часто делал в целом топовый эльф который тогда практиковали эту стратегию тогда когда я точно не скажу время вам время место не смогу не смогу окружить не окружить бою готов там рифленый уже первый вышел тайминг значительно лучше чем в прошлый раз потому что т2 я бы подумал надо о рифлой ну ну окружить ну отмени почти умер рифл ну и почти дали опыт демон хантеру почти третий дима почти третий вот еще 2 эмаляции будет не 2 мисс 2 мисс почему не верн тогда место менее полезный бедный дима видимо из-за того что у него здоровья маловато сейчас бы через магазин пробежать свиток купить на зимка битый конечно надо застраивать его здесь по и пошла застройка какой же он ненормальный магазин в ставится так что здесь нужно воркшоп делать уже сразу алиса нет на воркшоп застрял а может бладмейджи закружить убить не он же как раз ферму убирал для того чтобы бладмейджи спасти ох не хватает здесь виспов демон хантер конечно горит старается на хантресы очень биты не хватает свитка 3 хантреса минус элементарий некому было убивать виспо диспейлоса 1 но элементарий носит здесь колоссальный урон нет все-таки это 11 отступают под протекторы 2 не доделывается диспал шикарно вот его не хватало в начале сражения ну и протектор здесь уже с ополченцами отбивается спокойно протектор падает непонятно зачем здесь остается ну хотя да хотя тут битые хантрески ну я бы вышел если честно на лолая тоже выходит следующую секунду блин неплохо неплохо все равно красиво согласен абсолютно фроза все равно очень красиво получилось лолайт сегодня радует там x кусок как покажи не должен не должно быть там никаких испов а магическая вышка на экспон не стояла возможно ты принял за за экспант такой ситуации нормальный человек экспон ставить не будет конечно же ждем 1 тинкера или бисмастер от эльфа есть опции до бисмастер вполне себе такая боевая опция гоу дота мод патч нужно только 127 блин а так бы справился так бы жалко потому пропустил против хумана что там было масс хантреса эмболисты очень агрессивная игра толпы виспов которые были задиспеллены и очень агрессивная неадекватная игра со стороны хумана против потмы постоянно вылезал с базы даже после того как армага 3 получил отдавал галустяна вызывая в зумы погнали доту комментирует как давно это уже было галустяна все вспоминает резный блоп 2-0 жила в лет выигрывал или это уже не лавлиет это уже другой противник у него то есть лавлиет тот же но он играл сначала против чаймика сейчас играет в финале против сока они оба играют за за альянс поэтому такая путаница может быть помню прикол когда галустяна узнал как рошана зовут а у галустяна в чате майкер вспоминает да если если 1-1 я вот только все еще сомневаюсь по поводу пабджи соколом то есть соколом хорошо пабджи не очень может все таки что-нибудь другое поиграть можно без сокола можно с соколом конечно можно запилить голосование демократичное но вы знаете как к чему они приводят там победит командос и все фуфа фуфа это один из вариантов в ханта уже не играю Тидидидиди интересно насколько промахнулся Кажется, ниже немножко. Это не тот. Уже не проверю. Есть игра. Поехали, поехали. Frostpunk go. Frostpunk отличный. Сразу затянет. Frostpunk, X-Chom, какой-нибудь. Второй, например, с модами. Long War имеется в виду. Там же все переработали. Там прям... Почему не играешь в Hunt? Мне хватает одной игры этого жанра. Тем более оттуда ливнули... В БСП ливнул, Бонич ливнул. О, Кипер, шестая игра. Пока что старается разных героев брать. Лалает. А Диабло все, но мы же умерли, Монг. Ты что, пропустил? Тебе прямая дорога в клипчике. Там есть смерть этого Монг от героя. Спасибо Мордору за героя. Психа ненормального. Психа ненормального. Время пришло. Арктаунс, да. Пал. Футмена можно было поймать. Он подходил достаточно близко. Нет, нет. Search... Seech Survival. Не слышал. Где опасность? А Фрустпанк мы все, кажется, прошли, да? Природа не знает усталости. Время пришло. Долго морочил голову козлу Патмен. Завел далеко, потом еще... Обошел. Хороший, может быть, диспл? Минус один элементаль, даже... Ну, второй закончился, кажется, по времени. Там не хватало диспла, маны. Эльфы норм расы. Каждый раз разные герои, не то, что ДК и Архмаги в каждой гире. Да, да, и стратегии тоже были разные. Не все, конечно. Там повторился Масхантресс, например. Да, Сабнафтика тоже вышла. Игрушка хороших много. Кипр действительно очень плотный. У него 8 армора. Повышенное количество здоровья. Такой плотный козел. Здесь уже стоит экспант. У эльфа дико поздняя база. Почему он сразу ее не поставил? Видимо... Ну, видимо, делал сначала Т2, а потом ставил эксп. Хочется ему второго героя. Хотя добить Арчи не успеет. Но... Они пытались. Кипер третий, тем не менее, уже. Иллюзия Аэма. Просто знаю, что там есть экспанты, по какому таймингу. А козел со своим запасом маны сейчас будет очень сильно надоедать, подрезать рабочих. В смысле, футменов, извините. Зря он лицом танкует. Арча немножечко тут заувлеклась. Очень хороший микроконтроль. Здесь фут минус. Не знаю, хватит ли на этого фута или не хватит. Не добивает сок ни одного, ни второго. Ну, получается, они будут играть в макро. Ну, то есть, с этой эльфийской базой уже что-то сделать почти невероятно. Козел продолжает подрезать футов. Такой урон дикий. Это по иллюзии, потому что это было. Развели. Я думаю, что-то кусает-то больно. Там вроде по 30 хитов, а у футмена прям так кусками он отваливается. Пандорейский пивовар. Отличное продолжение на Т2. С дыханием чисто для темпа, чтобы мана регенилась. Очень четко играет. Мне прям нравится. Шахта позже, но учитывая, сколько всего потерял сок на козле. И сколько еще, скорее всего, потеряет. Да и второй герой пораньше. Крипинг раньше. Там Т2. Видите, какой прогресс хреновый. Бери таргет, Барак. Один несчастный, последний, блин, тролль. Перебил регенерацию. Не до контроля ла-лайт. Панди старается не давать крепиться, но она уже два с половиной. Это иллюзия, опять же. Ну и веспы в шахту прыгают. Миша буйный. Маша, не путайте Мишу с Машей, ребята, пожалуйста. После вчерашнего стрима РН Симба начались какие-то странные ошибочки. Миша буйный. А почему Маша говорит, как Миша? Подождите. Почему это же... Это тоже рефоржд? Не жалею двух виспов на элементаре. Ты чего? А, там еще один на лем идет. Пусть там прикопка не хотелось. Кто нарушил наш покой? У Маши кадык. А, включи новый графон, будет девочка? Серьезно? Ты меня разводишь, Вить? Жажда не замучила. Настоящий панда, это косплеер. Маша буйный портер. Маша, Маша! В смысле, все герои два пола имеют? Все? Все ли? Такое впечатление, что Витя Андрефоржик все это время катал. Я не могу прям сейчас поменять? А в Старкрафте можно в ремастерде. А, смелогреби пару раз Панда Панда женского Надо посмотреть, что с пандой сделали Озвучку послушать Формы оценить Пандарискай Пиво Как ее называть теперь? Хмелеварка, хмелеварка Получается, может быть Коза, да, вместо козла Может быть коза Это ж Подожди, подожди А Варден тоже мужчину сделали, Варден? Так Ну, срочно надо идти после этой игры и проверять все Подму мужиком тоже сделали? Не успеваешь? Да, я что-то отстал от трендов Вдруг сейчас запустим Там Сразу пони Так, радуга повсюду Подмяк Уличая мужская форма Но должно быть, если они женские делают В дополнение к мужским То мужские будут делать В дополнение к женским А, нет Это так же не работает Панда почти четвертого уровня Стрелочка, говорит, не поворачивается Только мужиков баб превратили на нем наоборот Так у нас девушек вообще в варкафте огромное количество Нормально Ну, хотя я не против Ну, чувствую себя А вдруг Подождите Такая тема сейчас опять начнется Они делают женских персонажей Потому что женщины жалуются, что мало мужских Но они все равно уж в варкафт не играют Правильно? То есть, по сути А если Вот и ведешься на разводы на Явняк В смысле, они же сделали там Архмага Теперь можно поставить эту Джайну Про Аудмур будет у тебя бегать ДК тоже ДХ тоже На Явняк не строится Ну, бас, что ли, не шарит, что ли, совсем Мы же видели уже этих женских персонажей Просто я не знал, что ко всем сделали Ой, какая хорошая позиция для Мартир Классика Но это нельзя игнорировать А, все-таки это был Рофель Блин, ну Витя, ты такой вообще И про Граби Ты Фу Фу, Витя Короче Хочешь тобой? Да я сто лет три форшни за А он 1-0 Гриттенкор Ще Граби осмотрел, он играл новую страту Ой, все, короче, я тебя слушать не буду больше Смотрел он там Ты будешь как тот мальчик, который кричал Волки, волки Все, я больше не поведусь Так, энты идут у нас разводить Третья база у эльфа Это отлично Вообще здесь лалайт выигрывает, если что Ну, если кто-то не заметил Сок, конечно, молодец Но у лалайт все равно преимущество дикое У него там и грейдов нет Не, я не прав, ладно Я не сильно не прав Он теряет эту базу Сейчас влево, что ли? Можно прыгнуть влево? Да И несмотря на почти мгновенное прижимание ТП Здесь минус 2-3 юнита Панда получает пятый Ууу А смотрите, есть особенность Когда вы телепортируетесь От... Короче, если вы покажете на лес С телепортироваться куда-нибудь сюда Ваша армия Именно вот не сюда надо телепортироваться, говорить А вот куда-то сюда Чтобы игра такая Не, ну сюда нельзя И выталкивает вас Хороший телепорт Мне очень нравится Помню, там какой-то баг вызывали Таким телепортом На Тартлроке Но не могу вспомнить какой То есть там дерево выкапывалось Подходило к краю На самый край делали телепорт А, да 100 рублей сообщает Мало кто знает Но сокол болеет за сока Потому что он вкладывался в водород и апельсиновый сок Минус Да Во-первых, эта фишка была в компании Помните, в одном из вариантов Можно там На некоторой... На одной из миссий Можно пробраться в центральную базу И разрушить противников Даже... Ну не просто продержаться Там разрушить базу А на Тартлроке Выталкивали виспов На остров Чтобы там построить что-то То есть это был способ Просто как минимум Игру в ничью свести Ты... Ну если все плохо Так делаешь У тебя вис показывается На острове Хотя, блин Как они защищали Это не пойму Дирижаблей нет, понятно Понятное дело На Терри Но Ой, Архмак как неудачно стоит Он вроде как и собирался Здесь подольше постоять Все есть У него свиток Один, второй там свиток Инвол Но не у него А у другого героя Да, там взиле срубили в компаниях Да-да-да Ну чтобы по центру Можно было там К Толику Фуриону прорваться Да, кажется К Фуриону К друиду Вот, но в ладоре Где-то это тоже Из... Из... Делали Но я не помню где И даже не помню точно зачем То ли для того, чтобы Потому что Построить на острове здание Это не гарантирует тебе ничего Ну воздушные юниты И погнали Ну что-то там было такое Иннерфайр есть 81 лимит У Сока 88 лимита Панда Пятая Очень хорошо Распределился Минус Феррики Сразу Панда должна была Здесь Инвул Наверное делать Не рычат Медведи Диспл Диспл Во всех рифлов Они в шоке просто От такой Подставы Ну инвул Тыка Это чего Не инвул Не имшу Просто сражается Непонятно как Архмага 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 Чуть не убил Архмага У Архмага Очень мало Всего осталось Ему передают Инвул Рифлы Правда Падают Медведи Падают Архмага Лечат Сейчас если Архмага Отпустят Можно наверх Дыхнуть Хорошенько Хорошее Дыхание От панды О Бладмейдж Умер Я как-то Про него И забыл Но сок Видимо Тоже Про него Забыл Поэтому Он там Умер Вне Армии Основной А может Быть Там была Прикопка Которую Я пропустил Без телепорта Вообще Ходить Не очень Хорошая Идея В атаку Особенно Когда у Тебя Есть Две Базы Вроде Это уже Шестая По счету Игра От Лолайта И пока Что он Не повторился По Первому Герою Ни разу Он Вынес 3-0 Чаймика И пока Выигрывает 2-1 Сока Ультуарах Мага Телепортировали На острова Рабов И вышки Строли Я имею Ввиду Что с Использованием Вот этого Особенности Телепорта От От Дерева Ходящего Прикол Телепортом Как в этой катке Только не через лес А в недоступную Обычную зону Может быть там Как-то На границе Телепортировали Куда-то Вообще В сторону Что-то было Что-то было Очень давно Телепорт Работает По Определенному Принципу Если вы Два раза Тыкаете Это самый Простой Вариант Вы Телепортируетесь Правый Нижний Угол В Своего Своего Здания С наивысшим Тиром То есть Где у вас Высшее Грейт Туда вы И тпшитесь Если у вас Много разных Баз И они Одинакового Тира Двойной клик Телепортирует Соответственно К ближайшей Ближайшей Базе Такие Телепорты Они Ну Их можно Назвать Экстренные Потому что Не всегда Тебе нужно Тпшиться Именно В правый Нижний Угол Это зависит От застройки На твоей базе Зависит От ситуации В целом Потому что Иногда Бывают Сражения Происходят Уже У тебя На базе И тебе Не нужно Телепортироваться В эту Самую Точку Но Да Бывает Такое Что ты Экстренно Тпшишься Например Играешь Противорков Тебя там Пытаются Убить Архмага Ты недалеко От базы Находишься Там Еле-еле Прожимаешь Тп А Блэйдмастер Уже В инвизи Бежит Как раз В этот Самый Правый Нижний Угол Для того Чтобы Твоего Архмага Подрезать Вот А второй Телепорт Ты просто Когда ты Тыкаешь В В Одну Из сторон Телепортируешь Там В пределах Определенного Рейнджа Ну вот В зависимости От того Куда Так-то Ничего Сверхъестественного В телепорте Нет Но Если что-то Мешает Если что-то Мешает То Армия Выталкивается Партизан Говорит Есть вишка С отменой Тп Но она забанена Турнир Древо уходит Туда-сюда С нэча Блэйсингом Делаешь Тп Противоположную Сторон Дерево Дерево Положит Тп Героя Остается Неизвим Потом Время Тп Отменяется Остается В инвентаре Да Это я видел В ролике В каком-то Да И он До сих пор Не пофикшен Да Этот баг Миша Тебе сколько лет уже 37 37 Я 84 Года рождения PS5 Не купил Себя Да Молодой Еще говорят Щегол В тему О щеглах Еще разок Обращаю ваше внимание На эскизы Футболок И есть в том числе Вот такой вот Для меня вообще Это топ-2 Была футболка Первая Это и так сойдет А второй Это щегол Посмотрите Красава просто Че ты такой старый Говорит Юн и свеж Как 20 лет назад Да Какие там герои Еще остались Бестмастер Из реалистичных Тинкер Скользкий говорит Упырь и горжусь Можно две завернуть А это еще поменяется Концепция останется Но рисунок Скорее всего Будет Каким-то другим Не знаю каким Савелий еще Не говорил Таракранжика была уже Три барака Без героя Видишь ли в чем дело Пальто Герой Он бесплатный Ты сэкономишь Разве что на Мунвейле Который под этот Нет Ты не сэкономишь Ни на чем Вообще А три барака С одной базы Ты не прокормишь А можно щегол И горжусь Такой просто щегол Посмотрите Какую ряху отъел Для щегла Несвойственно Конечно Так Заходим Щегол топовый Да В той футболке Есть Тоже Идея Вот эта вот Большая ща Птица потешная Но мне больше нравится И так сойдет Конечно Ну Нейтральный герой Ребята И он берет Все таки В седьмой раз Разного героя И это Пади Ниц Фаерлорд А вдруг Лалай Это Соник Просто Корейского Масштаба Пеплобой Кар Вечно Пылающий О Кар Значит Пабжи Будем играть После игры Посмотрим По соколу Надо Арчам Ой Зря Не про Не проатаковал Все равно Размножится Нормально Найс Ну против Фаерлорда Ставить экспант Очень стремно Он сам Наказать может Криппинг Очень интересный Конечно Здесь со стороны Если виспу Спеет Подайте Будет Очень классно Ну Ей Он дисплей Четенько Пошел И с пассивочкой Да С пассивочкой Ууу Наваливает Архмагу С пассивкой Правда Трехфутменов Вытанковывать Больно Но пассивка Там Incinerate Damage Да Увеличение Два урона Каждая Потом вдвое Больше Втрое Больше И так далее Короче Прогрессия Плюс два Урона Каждый раз Но маны Требует Раньше Не требовало Так, какое предложение у Фаэрлорда? Персональный телепорт Фаэрлорд, конечно, диспейлится Ход, говорят, играет Фаэла довольно активно Но на... Я давно не видел, как он играет Поэтому, черт его знает Фаэрлорду нельзя давать качаться Потому что он это делает еще быстрее, чем Архимаг И размножился огненный элементаль АМ пошел перехватывать АМ уже третьего уровня И Вис понял, что никуда не уйдет Выключил Инсинерейт Ну, это очень смелый Что ж, Соло Фаэрлорд? Здесь нельзя вызывать Потому что ты не можешь контролировать, куда этот Пурдж кинет свой Одного Пурджа вполне хватает, чтобы почти ничего не оставить От... От огненного элементали Фудмены проверяют экспант Не находят никого Арчи пока крепится Мне нравится Темплар поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает В следующем обновлении добавят снайпу рысь Обоймов пять патронов без возможности перезаряжаться Мотик улетает с одного выстрела Обычные машины с двух-трех Может накат людей, сидящих в бродме через окна Что? 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 Ну, звучит, конечно, интересно Интригующе Сокол должен уже, как бы Нага вторым героем Пеплобой третий Есть дефенс Надо вызывать Вторые элементали Урон 20-45 Ё-моё Твой ход Надо поджимать как-то, наверное, да? Ааа Грейт на Т3 Ааа Он будет играть через... Ааа Это снова ты Он будет играть через арбу меткости трех героев с арбой Только не надо виспов отдавать Так, все ок И не хочется, конечно, отвлекаться от... От криппинга Но, видимо, придется Во-во-во-во-во-во Окружай, 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 окружай Ай, молодец! Ой, хорошо, деда поджал Ай, молодца! Магазин под арбу Лорница, но это в МГ выход постепенный Нага позволяет избавляться от таких тем Слушайте, а реально, там Т2, здесь выход Т3 Меткость арба Фаерлорд с арбой... Ну, хотя Фаерлорд с арбой такое себе Ну, он, наверное, отключит просто инсенерейт Будет экономить ману и все Но седьмая игра И седьмая Другая стратегия Ну, по крайней мере, с точки зрения героя Кельталазские сапоги Очень хороший Очень хороший артефакт Для Фаэла Увеличение базового урона на 6 Это... Это круто Кажется, для него Такие предметы Больше всего дают в процентах Урона Типа там Не знаю, сколько я боюсь собрать Там 35, что ли, дает Это К нулевому фейлу МК иллюзорный Сейчас будет арчей подрезать У нас стафа нет Минус одна арча Правильного МК начинает тыкать Как же ему плохо Но здесь нельзя продолжать Слишком... Слишком подставляется Фаерлорд, в частности, подставляется Ай, развел Вы видели, как развел? Вот это очень грамотная тема от сока То есть, молоток был триггером телепорта Все это понимали МК это понимал И Фаерлорда понимал Но, учитывая дистанцию Ты мог не успеть прожать телепорт Ну, если там... Чтобы оценить, как молоток летит В твою сторону, не в твою сторону Поэтому молоток полетел Только не Фаерлорда, чтобы... Ну, он не встретил С неуязвимым героем А ворчу, который добивали Великолепная ситуация такая Она более-менее стандартная Но красивая все равно То есть, ты... По ней видно, что люди Постоянно думают, оценивают И вот такие моменты стараются использовать Вроде как можно было рискнуть Но... Слишком опасно Появляются медведи Я не вижу арбы, кстати Я за лалайт болею Извините, пожалуйста, но... Арба кому? Фаерлорду? Ну, он чаще бьет Вообще, ему хорошо бы арбу взять Но берет нага Арбу МК до третьего здесь качается Качается, но немножко не хватает ему Арчи без меткости Это странно, видимо Став Арчу спасает Молодец Молодец, хорошо играет И пошли ополченцы Нужна меткость Нужен дополнительный медведь Не знаю, почему он не строит Передал арбу Фаерлорду Гнома зацени Ой, что-то я не обратил на него внимание Два амулета маны Плюс 200 А раньше 151 давал И еще Камень маны Серьезный дядя Особенно он опасен тем, что Тут в целом герои Такие слабенькие-слабенькие Они не танкуют молотки Они вообще ничего не танкуют Но правда они рейнджовые, им как бы и не нужно Сильно танковать Меткость готова Арчу Подмап все-таки третьим героем Может уже арбу можно следующую взять Еще не откатилась Фаерлорд получает бриллинсауру И все, и приходит с атакой А арбы второй нет Ооо, магазин да восстанавливает срочно И в целом защита очень плохая сейчас у Ла-Ла это Лимит здесь должен быть ближе к 60 55, да Грамотно делает, что сразу готовится выводить виспов Это прям мега круто Но там такой Маутен Кинг Ой, рабочие идут У-у-у-у 5 виспов У-у-у Аккуратненько Виспы Диспл, диспл МК главное МК, 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 МК,МК,МК МК диспелят Да у него, ему кажется, пофиг вообще на диспол Хороший диспл на сорочек престов Позиция очень плохая для Сока И тут телепорта нет, не забываем Ой, Маунтан Кин, как хорошо бахает Уходит, правда, на последних хитах Но у нее Стинбул Там все такое красное Сейчас он Фаерлорда вкидывается Фаерлорд возвращается, но Мунвеллы пустые Нет, и Клэп ворчей Не надо, пощади, дед Ой, сейчас Патма падает Ооо, налево-направо раздача Да, к сожалению, это 2-2 Пытается вытащить, но довольно шустро Рифлы с двумя грейдами на атаку С хорошей скоростью атаки Да не дожил до второй арбы И позиционно был неправ Телепорта не было Надо было все-таки через Мунвелла телепортироваться Через вторую арбу играть Да, беда Отчаянно пытается отбиться Сзади подходит Армион Там уже Маутон Кинг невидимый И он из Инвиза Бах, Клэп По четырем юнитам По Наге Сразу минус Арча Но Ла Ла Лайт делает шоу МК невидимый опять же 40 на 30 Да, отстроил магазин Снова, видите, арбу купил Арбы стакаются Стакаются Урон И снова МК Ах Ай Ай Ой-ой-ой Больно как Ой Минус пять арчей Один МК сделал И у него еще 350 маны Он сейчас ворваться просто может Хотя у него Инвулла нет Вызывают элементали Да я прям чувствую физически эту боль Молоток, на-на тебе Так, сейчас Клэп сюда Бах На-на Как же он долго отбивается Пытается Но уже все Падает Патма Осталось 17 лимита Битвы и герои МК сейчас на развороте На-ка, молоток Ух, какая игра Какая серия вообще классная У Ла Ла это сегодня Но, напомню Что Мун сыграл три раза Против того же самого Сока Сыграл через Козла Слил Ничего не показал Ничего не исполнял Расстроил нас на старте трансляции А Ла Лайт Семь игр И семь разных героев Ну и Соком Пока еще есть шанс на победу 2-2 Гоу в рефорже Да нет Это ужас Это был байт Точно Это точно был байт Тинкер Бистмайстер Тинкер еще остались Хорошие такие герои Сейчас я Игорю Андреевичу отвечу Когда поджи После этой Ласт катка Гоу Покоментим Мэйби Что-то я не понял Почему Я ласт с пацанами Понятно Все Отписался Игорь Андреевич Хорошая серия сегодня Прямо очень хорошая Как бы ты предложил Реворкнуть Фейла Апнуть или реворкнуть Фейла Ну я считаю Что ему пассивку Все-таки прибили Довольно жестко Потому что Инсенерейт Он достаточно просто Контриться И весьма ситуативен Раньше он был Бесплатным Это была халява Согласен Но делать его Тому бы, кажется И подрезали И сделали заману В Так, завтра Завтра Буду У Родителей С Двенадцати До Пяти Звони в любое Руанан Привет Это Руанан Здрасте Здрасте Беляк Надо Беляка Поприветствовать Друзья И подарить ему Прямочок Если аспирант На связи Добро пожаловать А, на всякий случай Если вы пропустили МКЛ Есть новость Если коротко Во-первых Мы будем на стримфесте Стримфест будет 17-18 июля Делаем мерч Там будет турнир По Mortal Kombat По крайней мере Будет много интервью Вышло новое приложение Для iOS Версии 13 и выше Оно доступно В футере Уже можно тыкнуть На ссылку Обновляйтесь Оно шустро Есть новый функционал Там селектор смайликов Обновился Есть picture in picture В общем Можно смотреть на Других устройствах Кажется Ну, в общем Смотрите Если пропустили Ну и новость С изменениями Всеми Можно посмотреть Все еще на главной странице Я думаю Она есть И все-таки Решил В последней Самой игре Не ставить рекордов И взять И повториться С героем разок И это снова Козел Кередвин Да Не доконтраливает Еще виспа Своего Ооо Это за козла Тебе Время пришло Все Приказывай Ну и такая мелочь Которая Говорит Что Что-то лает У нас Не Не Непредельно Сконцентрирован Здесь шар Любимый Выпадает Хута Излавливают Но маршрут Криппинга Архимага Говорит о том Что он собирается Агрессивно играть То есть вот Третий уровень За счет криппинга Дистанционного А после этого Идти Идти напрягать Или нет Или нет Может просто Объел И Путают Следы Все Сейчас увидели И козел Увидел И архмаг Увидел Увидел Даже Средна То что Арчи Меньше Чем футов И тут еще Элементали Помогают Арчи Ты можешь Расконтролить А футов Ты не можешь Расконтролить Ха Одну Арчу Забыл На мейне Косяк Вспомнил Молодца И справился Здесь очень битые Рабочие добывают Золото Но в целом Они И без магической вышки Кстати Он на мейне Это опасно И архмаг И козлик Сейчас получат Третий На этой простенькой Точке Хватит же здесь Аэму С учетом Одного Футмена 52 Похоже Что нет Ааа Ровно Прям Ровно Даже 6x Сверху Дали Ну опять Козел Встречает Футов И начинается Арчи Даже Не нужны Чтобы Не особо Нужно Рисковать Они Конечно Тоже Вписываются Там Элементали Элементали Урон Наносят Но даже Не знаю Насколько Это целесообразно Тратить По факту Даже при хорошем Контроле Ты тратишь Ману В лунных Колодецах На что? На возможность Получить Экспу Не на гарантию Получения Экспы Козлик Без персоналки Поэтому ему Придется И без Маны Нужно На своих Четверых Возвращаться Домой Я после Сегодняшних Двух Вот этих Вот серий Клала Эту Гораздо Интереснее Он стал Второй Герой Демон Хантер Это тоже В общем-то Стандарт Есть Варианты Когда он Играл От козлов Прошлый раз Вторым Героем Была Панда Ловит Он пытается Спрятаться У него есть Плащ Можно Просветить И это Минус Телепорт Ведь Минус Конь Что А Морально Уничтожил Просто Ну такое бывает Такое бывает Конечно Игра Еще Ну не совсем Заканчивалась После гибели Третьего героя Очень неприятно Конечно Но когда После тяжелейшей Серии Где Противник Над тобой Не то чтобы Издевается Но показывает Что он может И так И сяк И наперекосяк Ты уже Реально Измотан Ты уже И он Плюнул Реально Плюнул На эти там Ближние 300 баксов Говорит Лучше Лучше Я посидею Попозже На несколько лет Чем эти Сейчас 200 баксов Буду убиваться за них И очков Меньше получу Ну что ж Алла-лайт Алла-лайт Заслуженно Становится чемпионом Этого Майского Про-турнира С призовым Небольшим Полторы тысячи Но это самое главное Очки И возможность Принимать участие На голде В финале Ну а нам Стоит наверное Вспомнить Просто Как сыграл Мун 0-3 Отсока И как Отыграл Еще раз Укла-лайт Сначала Чемика 3-0 А потом Соком 3-2 И почти Все игры Были Вот такие Самые Самые Разные Сейчас переигровка Будет Цвет выключили Не-не-не Точно не будет Он там Может быть он думал Что убежит Не знаю Хотя он должен был За этим Архмагом Может он жал Но не прожалость Может быть я же жал Черт его знает Фуфа Да вот я не знаю Скорее всего С Соколем Поиграем В Гоу Давайте я сделаю Стоп-старт Аспирант на связи Могу я Сейчас Сделать Стоп-старт Стоп-старт Могу